Добрый день уважаемые дамы и господа с вами Константин Белый я отвечаю на ваши вопросы и вопрос по обвязке котла был такой почему мы именно приняли то что котел у нас должен устанавливаться обязательно с емкостным гидравлическим разделителем а не применяем более новых современных устройств которые позволяют котлу как говорится функционировать как настоящее современное оборудование и мне даже прислали рисунок вы его видите на экране как по мнению автора вот этого письма который как раз отражает именно вот эту современность требования современности и в том что даже они сказали это намного удобнее и дешевле чем ставить вот этот емкостной гидравлический разделитель ну давайте дешевизну оставим чуть-чуть на потом а вначале я хочу ответить что получил человек если он создал такую схему которая есть на рисунке вот человек показывает клапан аварийного охлаждения аварийное охлаждение теплоносителя что задача этого клапана значит как вы видите стрелки которые выходят с подачи идут через клапан и проходят напрямую это они идут на выброс а с системы водоснабжения идет сырая вода и поступает в обратку для того чтобы как говорится ну как люди говорят тут же вопрос конкретно а вдруг воды нет они говорят подстраховаться можно поставил гидравлический бак вроде все как говорится логично за малым исключением во первых для чего мы грели воду для того чтобы ее потом брать и в канализацию сливать и для чего мы как говорится стараемся обезопасить котел от повреждения кислородом а тут мы берем загоняем сырую воду которая очень богата кислородом это понятное дело ударит по почкам котлу ну еще там некоторым узлам так вот сразу вот этот вот неприятность в первую очередь бьет плюс тому многие наверное знают о том что гидробаки которые ставят везде требуют каждые полгода обслуживания ну имеется ввиду посмотреть а есть ли там в гидробаке воздух для того чтобы он эксплуатировался нормально и чтобы он работал набирал в себя воду а то может статься так у вас водопровод отключили и в гидробаке ничего нет и как говорится добавить вам просто в котел ну нечего ну хотя я считаю что это добавление это ну как говорится от лукавого ну это первое второе поставлен смесительный термостатический клапан для понижения температуры в подаче вот этот смесительный термостатический клапан ну вполне легко заменяется обычным регулятором горения ну возьмите вот как говорится посмотрите вот на котле казак мы показываем что устанавливается регулятор горения который может вот эту температуру поддерживать нужном вам режиме зачем вам перетапливать чтобы потом его как говорится подмешивать чтобы какую-то температуру выдавать это если вы ставите для теплых полов тогда это оправдано но для теплых полов нужно делать полноценный контур он должен иметь свой насос там должны быть все необходимые коллекторные узлы все поэтому вот это получается узел просто не совершенен или смесительный термостатический клапан для повышения температуры обратки как как говорится ну боятся люди о том что у вас очень холодная вода будет с обратки ну во первых холодная вода с обратки может пойти в самый начальный период когда вы только затапливаете вы приехали в дом допустим он у вас остыл это будет один раз потом поднялась температура потом все равно обратка холодной никогда не будет она все равно будет находиться в рамках д дельта т не более 30 градусов и вы ну ниже просто температура ну обычно не бывает или же у вас неправильно сделана система отопления неправильно рассчитана система отопления неправильно рассчитан котел неправильно рассчитаны скоростя теплоносителя то получается что вот и вот этот вот термостатический клапан он и не нужен для того чтобы вам вот этот делать подмес вы просто создаете дополнительную себе головную боль ну и говорят или же сделать контур вот как уходит контур для того чтобы как говорится охлаждать ну во первых сам контур сам по себе так работать не будет если у вас котел вскипел через него ничего не побежит потому что он идет по короткой а если там будет система отопления она тоже не успеет сработать потому что это у вас как говорится система как-то странно вы с одной стороны ставите насос а с другой стороны вы не ставите ничего в работе вот этой системы если они будут работать разом то это левая сторона она работать вообще не будет а когда котел вскипит да уже поздно дергаться поэтому очень даже логично поставить сюда емкостной гидравлический разделитель который заменит все вот эти ваши приборы он заменит и клапан аварийного охлаждения потому что самое главное для нас это защита котла от скипания когда у нас отключится свет и когда у нас возможно не будет даже и воды когда отключится свет у нас емкостной гидравлический разделитель тут же начинает работать как послойный теплонакопитель и вот он накапливает это тепло пока у вас израсходуется все топливо и у вас кипание не происходит также через него идет небольшой подмес и у вас не идет сильно холодная вода в котел как если вы боитесь также он частичные выбросы как говорится когда бывает ну частично котел он не вскипает а чуть перегревается и выбрасывает вроде ну чуть повыше температуру которую вы запланировали он тоже это смягчает все это в нем в гидравлическом режиме все это смягчается все это делается я не вижу ничего плюс тому что если мы теперь посчитаем затраты на установку вот этого всего оборудования ну как аварийный клапан охлаждения вот этот вот он будет стоить где-то ну до двадцати тысяч вот эти вот термостатические клапана они стоят где-то до десяти тысяч вот их два это уже то 20 20 и 20 да плюс еще мембранный бак да плюс там еще и радиатор какой-то да еще еще это уже 50 тысяч а ямкостной гидравлический разделитель стоит 14 тысяч и о какой экономии вы тогда говорите никакой экономии нет просто-напросто поставьте нормально оборудованный котел на котором будет стоять группа безопасность к на котором будет стоять вот как он наш котел казак на нем есть группа безопасности на нем есть регулятор горения и есть гидравлический разделитель посмотрите на нашу схему и она намного проще надежнее безопаснее потому что безопасность прежде всего ну и эффективность изумительная цена в три раза дешевле даже четыре поэтому о какой экономии говорите вы и высмеиваете наш ямкостной гидравлический разделитель если вы реально не посчитали просто-напросто не взяли карандаш в руки и не расписали вот вкратце так анализ по вот этому вопросу по вот этой вот картинке что может вас ожидать если вы пойдете по этому пути у меня пока все подписывайтесь на наш канал всего вам доброго и и и и и и и и и